Всем привет, меня зовут Аня, добро пожаловать на мой канал и приятного просмотра. Сегодня у нас интересный влог из центра города Риги, также покажу вам немножко старого города и расскажу, какие у нас в стране произошли изменения за предыдущие две недели. Я думаю, что вам это будет интересно, особенно если вы являетесь постоянным зрителем моего канала, то вы сможете сравнить ситуацию и посмотреть, как она даже визуально отличается от того, что я снимала на этих же улицах примерно две недели назад. Сегодня, несмотря что у нас уже середина апреля, достаточно прохладно, 6 градусов тепла всего, с утра был дождь, возможно, вы видите, что еще остались небольшие лужицы, поэтому вы также сможете обратить внимание, что народ одет еще очень и очень тепло в пуховики, в шапки, в шарфы и так далее. Но вот вы видите очередь у магазина, и это уже не продуктовый магазин. Да-да-да, если вы помните, я вам снимала часто и на инстаграм, и показывала во влоге, какие у нас огроменные очереди в продуктовые магазины выстраиваются, потому что остальные все магазины были закрыты. Так вот, сейчас уже некоторое время, уже примерно больше недели, да-да, больше недели, открыты одиночные магазины, будь то обувные магазины, магазины одежды. Вот этот конкретный магазин, чью витрину я сейчас снимаю, это магазин обуви и аксессуаров. Тут можно купить всевозможную обувь, сумки, рюкзаки, возможно, шляпы, перчатки и так далее, тому подобное. То есть магазины разрешили открыть, если они не превышают площади, вот тут я не буду врать, потому что я не углублялась сильно в этот вопрос, какая там должна быть площадь, но, в общем, не очень большая для того, чтобы они разрешили открыть эти магазины. Торговые центры, крупные торговые центры по-прежнему остались закрытыми, но зато открыли Икею, несмотря на то, что Икея, как вы знаете, ну точно неизвестна со своими маленькими габаритами. Для меня это странно, почему открыта Икея, но в то же время большие торговые центры закрыты. В таком магазине одновременно может находиться всего лишь 4 человека, высчитывается это из того, что на одного человека полагается 25 квадратных метров. И это и провоцирует вот эти толпы. Посмотрите, я уже снимаю этот же магазин немножечко с другого угла, и все те же люди стоят в очереди, все те же женщины, до сих пор еще никто из тех, кто стоял, так и не зашел. Потому что с осени у нас были закрыты абсолютно все магазины, кроме продуктовых. Потом был период, когда в продуктовых магазинах можно было купить только исключительно товары так называемой первой необходимости, то есть даже носки были под запретом. Я помню, у нас начались холода, зима, минус 20, зима у нас в этом году выдалась ядреная, минус 20, висят вот эти носочки шерстяные на крючочках, и их невозможно купить, потому что они были обвешаны лентой. Вот такой вот был маразм. Почему я об этом говорю? Потому что это действительно в моей голове не укладывается, как можно что-то такое делать вообще в принципе, и еще позиционировать это с такой подачей, что это для кого-то может быть полезным принести какую-то пользу кому-то. Ну где тут польза, когда у народа мерзнут ноги, а перчатки и варежки и шерстяные носки купить-то не можешь, несмотря на то, что вот они тут висят, но под запретом. Так вот сейчас одиночные магазины открылись, и вот на другой стороне также вы можете посмотреть, написано «суоми из аппави», это значит с латышского, в переводе с латышского, «обувь из Финляндии». Там также, вы видите, стоит немало народу, потому что в таком магазине, я предполагаю, тоже одномоментно может находиться примерно 4 или 5 человек. С осени закрыты магазины, конечно, народ, кто мог, ну типа меня и других подобных мне людей, кто может покупать онлайн, конечно, заказывали что-то онлайн, но также я говорила о том, что у нас очень много в стране людей, которые не могут заказывать онлайн, не умеют, для них это доставляет огромную трудность, особенно, конечно, это будут люди старшего возраста, потому что у нас как-то это было не принято покупать онлайн, поэтому, конечно, сейчас, когда открыли магазины, люди ринулись покупать себе что-то на весну, какую-то обувь, какие-то сумки, какие-то куртки и так далее. Но вот так вот стоять на улице, на мой взгляд, тем более, когда на улице еще и прохладно, можно простоять и около часа, я так думаю, для меня это просто унизительно, если честно, стоять в этих очередях на дворе 21 век, но вот у нас такая ситуация. Вот это здание серое, это наш любимый с мужем ресторан, который переименовали, и который сейчас называется по-другому, раньше назывался Веломор, многим я его рекомендовала, потому что это было действительно замечательное место, ну, а сейчас магазины, кстати, ой, не магазины, а рестораны у нас все еще закрыты, то есть в ресторан пойти пообедать или в кафе вы не можете. Единственный способ, как можно получить ресторанную еду, это только на вынос или на заказ. Вот опять очередь, это магазин Adidas Outlet. Кстати, магазин не очень хороший, на мой взгляд, я там была не один раз, там представлено достаточно много такого, ну, какого-то барахла, на мой взгляд, который не раскупили в других магазинах, вот свезли его в этот Outlet, и там его они, значит, распродают. Но, тем не менее, как вы видите, народ тоже стоит, народ тоже ждет, своей очереди, и некоторые счастливчики выходят из магазина с пакетами, что-то все-таки прикупили. Ну, конечно, особенно обувь, я вам уже говорила неоднократно, что обувь, конечно, очень сложно покупать онлайн, даже у таких заядлых шопоголиков, как я, покупание обуви онлайн, ну, мне это заставляет огромный дискомфорт, потому что мне надо действительно померить, чтобы все было четко, сидело плотно, иначе, если обувь мне не подходит, у меня начинаются проблемы с коленями, поэтому, конечно, обувь онлайн я покупать не люблю и не хочу. Вот так я была одета. Помните эту шляпу, которую многие забраковали? Я ее покупала еще осенью, когда у нас были, кстати, открыты торговые центры, я снимала шопинг-влог и показала вам эту шляпу, в инстаграме спросила, что вы думаете по этому поводу. На мне сегодня не грамма макияжа, но я считаю, что образ получился стильный. Многим эта шляпа не понравилась, наверное, 80% ее раскритиковали, но, мне кажется, я нашла ее очень хорошее применение. И, кстати, посмотрите, на голове у меня обмотан шарф. Я сейчас стою в парке и пыталась вам тут показать себя в полный рост, но некуда мне было поставить телефон, я хотела его поставить аккуратненько, чтобы он у меня не плюхнулся, чтобы не разбился, поэтому все искала, никак не могла найти подходящий ракурс. Но у меня на голове замотан шарф, потому что я думала, что будет теплее, чем оказалось. И поэтому, так как у меня мерзнут уши часто, я решила обмотать себя шарфом и сверху надеть вот эту вот шапку-ведро. Она была очень популярна в прошлом сезоне, это был прям тренд. И в этом сезоне этот тренд еще тоже остается. Мне кажется, образ получился действительно стильный. На инстаграм мне уже некоторые написали, что это ужасная шляпа, но опять-таки целиком вот с этим пальто, с ботиночками, мне кажется, что смотрится прикольно. Напишите, кстати, что вы думаете по поводу моего образа. Я сегодня ходила стричься, подстригать кончики и немножечко облегчать форму, потому что волосы уже я не стригла 4 месяца. Они у меня очень прилично отросли, но вот сегодня решила просто их как бы облагородить. Сейчас я нахожусь около оперного театра. В предыдущий раз, когда снимала вам шопинг, ой, не шопинг-влог, а влог из Риги, вот посмотрите, кстати, тот влог, который называется «Что стало с этим городом?». Там вообще вы не увидите народа на улицах, там была просто пустота. Конечно, было еще достаточно холодно, но на улицах вообще не было людей. Сейчас, так как вот, видите, открылось кое-что, народу стало побольше и как-то повеселее. Ну и, конечно же, тот факт, что на улице тоже стало потеплее. Так вот, там я снимала театр оперы и балета с торца, и мне кто-то написал, ну, тоже нашла себе, нашла, как показать оперный театр сзада. Ну вот, исправляюсь, показываю оперный театр сбоку. Очень красивый у нас оперный театр. Вот с этой стороны вы видите новая пристройка, современная, которая, на мой взгляд, немножечко, кстати, его портит, но, видимо, театру нужно было разрастаться, хотя сейчас вот театр тоже у нас простаивается, потому что ничего там не происходит, никаких опер, никаких балетов, это у нас все простаивается. Но Рига выглядит очень красивой, и тут, посмотрите, очень много птиц, очень много чаек, очень много уток. Вот на заднем фоне оперный театр уже практически во всей своей красе. Конечно, что тут говорить, Рига очень красивый город. Послушайте, насколько хорошо слышно птиц. Такое ощущение, что вы находитесь не в центре старого города или там не в центре города Риги, а в каком-то природном заповеднике. Мне кажется, очень классно. Так, ну а сейчас вы видите на своих экранах памятник Свободы, Бреви и Баспеми Неклас. Мы находимся на улице Свободы. Называется она, звучит на латышском Бреви и Басеела. И сейчас мы проходим вот эта самая центральная улица. Это самый-самый центр Риги. Сейчас я вам покажу место встречи, которое является самым популярным, когда у нас еще была привычная нормальная жизнь. Вот видите, впереди часы лайма, у которых очень многие назначали друг другу встречи, свиданки. Я помню, что когда еще телефоны мобильные не были настолько популярны, что они практически сейчас есть у каждого. Когда люди встречались в центре города, многие назначали местом встречи именно вот эти вот часы лаймовские, потому что все прекрасно знают, где они находятся. И таким образом можно было легко найти друг друга. Также хочу сказать по поводу масочного режима. У нас на улице его нет, то есть на улице маску носить не нужно. Это личный выбор каждого. Возможно, вы увидели, что кто-то предпочитает все-таки надевать нашлепник на лицо. Но у нас сейчас масочный режим в помещениях и в общественном транспорте. Также хочу сказать из хороших новостей. У нас наконец-то 7 апреля был снят ЧАЭС. Сняли чрезвычайную ситуацию. На мой взгляд, конечно же, это большой плюс. И я думаю, что по этому поводу можно порадоваться. А сейчас покажу вам еще одну очередь. Кстати, вот эти очереди были даже у нас во всех новостных порталах, когда открыли одиночные магазины. Разлетелись вот эти фотки с толпами людей. И несмотря на то, что прошло уже больше недели с открытием магазинов, и сейчас у нас рабочий день, примерно 2 часа дня, и все равно вот вы видите очередь. Это уже магазин Reserved. И да, народ стоит, потому что, ну, хочет приобрести себе что-то новенькое. Но, как я уже вам сказала, на мой взгляд, конечно же, я бы с удовольствием пришла, например, в обувной магазин, потому что хочу Леве купить кожаные ботиночки, кожаные кроссовки на весну. Но стоять часами в этих очередях, как я уже сказала, для меня это просто неприемлемо. И даже более того, для меня это унизительно. Вот играет мужчина на такой своеобразной деревянной флейте. Я всегда стараюсь дать денежку вот таким вот уличным музыкантам, потому что считаю нужным их поддержать, потому что они не просто сидят и просят милости у него, а они как бы создают атмосферу. У нас, кстати, в старом городе очень много вот таких музыкантов по разным точкам. Я думаю, что, конечно, когда город пустовал, их не было, потому что, в принципе, деньги давать было тоже некому, потому что тут просто никого не было на улицах. Но я вас тоже призываю, если у вас есть возможность, если у вас есть лишняя копеечка, не проходите мимо, потому что вы кому-то можете сделать доброе дело и немножко радости добавить. Ну вот, мы входим в старый город, это старая Рига. Очень люблю я старушку, как мы ее называем. Конечно, с народом все-таки это смотрится гораздо все более позитивно, чем без него. Я думаю, что вы со мной согласитесь, я думаю, что вы тоже видите эту разницу. Конечно, вот эти очереди, я не буду вам брать, они меня удручают. Кто-то мне писал, что Аня, все твои предыдущие видео, они с такой ноткой грустинки немножко. Ну, конечно, да, если честно, я и не скрываю, мне действительно грустно от того, что сейчас происходит. Конечно, это правда, и я не хочу от вас это скрывать, но то, что все мои видео какие-то стали пессимистические, и тут я с вами в корне не соглашусь, потому что у меня есть абсолютно разные видео на канале, я стараюсь делать свой контент разнообразным, интересным, чтобы каждый там мог найти что-то для себя. Поэтому, если вам нравятся мои видео, поддержите меня вашим пальчиком вверх, мне будет очень приятно. Вот смотрите, тут мужчины делают террасу, чистят ее, деревянный вот этот постамент, какие-то производятся работы. Меня это наталкивает на мысль, что, возможно, они знают что-то больше, чем мы знаем, и, возможно, в скорости у нас откроются уличные террасы. Не знаю, пока что все рестораны, все кафешки и террасы, все это закрыто. Ну вот, открыли кое-какие одиночные магазинчики. Представляю, какие очереди будут на эти террасы, если в магазин стоят такие большие очереди. Это магазин New Yorker, в основном магазин молодежный, я думаю, что вы знакомы с ним. Ну, тоже, кстати, в интернете была фотография, как только на следующий день, или даже в тот же самый день, когда они открыли эти магазины, облетели эти толпы все наши паблики. И вот я удивлена, что спустя уже такое большое количество дней все равно эти толпы так и стоят. Ну что, я надеюсь, что вам это видео понравилось. Опять-таки, я надеюсь, что мне получилось вам отобразить картину нашего города, старого города, центра города. Если видео понравилось, обязательно поддержите меня пальчиком вверх, мне будет безумно приятно. Таким образом вы выражаете свою поддержку. Вам это абсолютно несложно сделать, а мне как автору действительно будет очень приятно. Подписывайтесь на мой инстаграм, мой инстаграм Зеленсанна. Ну и, конечно, как обычно, я вам хочу пожелать всего самого хорошего, а главное это крепкого здоровья вам и вашим близким. И мы с вами увидимся очень скоро в следующих видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok